МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Знаете, кого я ненавижу больше, чем Саню Панкова? Больше, чем Саню Панкова, я ненавижу только его вонючих мелких выблетков, которых он тренирует в своей сраной школе НФР. Яблоко от яблоней недалеко падает. Кусок дерьма никогда не сможет воспитать достойного бойца. Поэтому все вы, выпускники Сани Панкова, вы просто отрыжка. Кроме меня, конечно, потому что я, играючи, превзошел его и отправил его отдыхать надолго. Послушай, Гарм, ты думаешь, что ты молодой, храбрый, доблестный лев? Но ты просто ничтожество. Ты придурок, ты сопляк, ты чмо, такой же, как Гарри Свит, вы два чмошника, выпускники школы НФР и Спацани Панкова. Я собирался преподать урок этому блюдку Гарри, и ты почему-то принял решение не оставаться в стороне, а выйти в ринг и атаковать меня. Давай подеремся. Давай подеремся, дорогой. И тогда ты узнаешь, тогда ты постигнешь новую школу рестлинга. Школу рестлинга Тима. И я научу тебя такому, чему тебя твой вонючий Саня Панков никогда не научит. Потому что он слабак. Такой же слабак, как ты и Гарри Свит. А когда я выбью из тебя все дерьмо твою мать, то тогда, может быть, Никитин твою мать откроет свои глаза и поймет, что школа НФР твою мать – это просто пустая трата времени. Ведь у него уже есть Тим. А Тим – это и есть деньги твою мать. Это моя столица Я буду ей гордиться И повторять всегда слова Это мой славный город Я рад, чтоб в нем родился Моя Москва Моя Москва Доброго вам вечера, господа! Вас приветствует Независимая Федерация Рестлинга И как обычно В этот веселый, великий час Шоу Удар! Ну и прежде всего, конечно же К нам на ринг сейчас выходит Гарм Ликарион Человек, которого так активно Зазывал подраться Тим Действующий чемпион в легком весе Ой, что-то нас ждет, господа Что-то нас ждет хорошее Потому что Гарм Ликарион Это новая школа рестлинга Несмотря на такой, знаете, Классический репрезентационный образ Древнего Гладиатора Работает он в новом, крайне новом стиле, ребята В крайне-крайне-крайне новом А вот, собственно, и сам наш чемпион Идеальный Не знаю Как бы сказать, чтобы не выражаться Ибо Ютуб на это ругается Просто, друзья мои Кусок таланта Кусок негодяйского таланта Видите, как он повязал свой пояс Ну, не то, что повязал Скорее Скорее пропустил Можно сказать, через себя Но почему бы и нет? Почему бы и нет? Я же не претендую на легкий вес В конце концов Ничего страшного Тим это человек Вы все знаете, что это за человек На самом деле Но я повторюсь Тим это человек Который обладает Огромным количеством Рестлинг талантов Самых разнообразных Это человек, который Не может не вызывать эмоции Будь то положительные Либо отрицательные А это самое главное В нашем деле Если кто-то из вас не знает Довольно продолжительное время Довольно продолжительное время Уже идет конфронтация Новой школы И старой школы В лице Тима Во что это выльется в итоге? Во что это выльется в итоге? Мы увидим с вами, я думаю В самые-самые-самые-самые Ближайшие времена Но пока по факту Гармликарион против Тима Матч 1 на 1 Отличное открытие Нашего сегодняшнего удара Рефери спрашивает У борцов готовы ли они Приступать к действу на ринге Они соглашаются Но видимо Тима как-то соглашается Довольно-таки Довольно-таки странно Уже первое активное действие Которое он совершает Это И второе действие Активное, которое он совершает Это он От борьбы отказывается Ну в принципе Тим-то у нас довольно Грамотный гражданин А потому что вот Просто так С Гармликарионом Если ты выходишь на ринг Просто так Ты без затумаков Не уйдешь И Тим это прекрасно понимает Пытается конечно Максимально избежать Но Друзья мои Ничего из этого не выйдет Поверьте мне Я знаю Выводит Тим своего оппонента За пределы ринга Все ради того Чтобы попытаться Атаковать его Время того Он будет залезать на ринг Но не в этот раз Бум Отлично Сейчас начинает Начинает уже Свою доминацию Гармликарион Задавил немножечко в углу Уже забил в углу Он Тима Действующий чемпион В легком весе Уже практически По всем углам Тим прошелся Ну не по своей воле Конечно Разбег Отлично Клоузлайн в углу Еще один запуск В противоположный Угол Большой гладиаторский Сапог Встречает нашего чемпиона В легком весе Удержание Раз Два До двух Довольно ранняя стадия матча И уже удержание до двух Ну просто сейчас Можно сказать Под каток Под такой гладиаторский каток Попал сейчас Тим Или под гладиаторский пресс Ну вы понимаете меня Я думаю да Главное чтобы Тим понял Где он находится Что ему нужно делать Для того чтобы выжить И выбраться из этого матча Хотя бы на своих двоих Уже не говорится о том Чтобы сохранить Честь и достоинство Хотя Ой Вы гляньте Как сносит гарм Своего оппонента Промах Пропускает своего оппонента Тим Короткий дропкик Который На одно колено Усаживает гарма Еще один разбег И вновь Вновь гарм Демонстрирует то что Плечевых Скажем так Плечевых ударов Фонмастер Как минимум Гарм плечевых Ничего вам не напоминает Нет Ну да ладно Я думал Нет Попытка сайдвокс Слема Нет Так что то сейчас Что то сейчас Довольно техничное Ребята изображают Ой Чуть напополам Не сломал своего оппонента Тим И мне кажется Вот сейчас Немножечко он передохнет Совсем капельку времени И начнет Переворачивать матч В свою сторону Потому что в принципе Выбора то у него Не так уж и много Честно вам скажу Ну да Как обычно Тим у нас Особой популярностью В зале не пользуется Снеп мэр Разбег Еще раз бег Ага Просто играет Со своим оппонентом Тим Такое ощущение Складывается Да И вновь Заключает он Своего оппонента В хедлок Дотянется До канатов гарм Не дотянется Пока Пока я не Нет Пока не дотянулся Пока не дотянулся Пока вот Вот он продолжает В таком Знаете В таком Негодяйском стиле Работать Тим Ну в принципе В этом стиле Можно сказать Он уже собаку съел Так зачем же От него отказываться Высвобождается Гарм Попытка Суплекса Тим Нет Тим Блокирует Суплекс Промах Атака По глазам Ой 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 Все Пытается Пытается Нашими Слезами Тим Можно сказать Заводит Оппонента Своего В угол Залеза Ой Я думал Сейчас он Залезет И будет Отсчитывать До 10 Ударов Нет Но нет Он решил Своего оппонента Немножко Придушить Отсчитывает Я знаю что это будет Да Сносит Вновь Своего оппонента Тим Посмотрите Просто Просто посмотрите На Вот это Уверенное лицо На уверенное лицо Чемпиона В легком весе Он Не чувствует Мне кажется Никакой конкуренции В этом Дивизионе Несмотря на то Что она есть Да Вот просто посмотрите Еще успевает рисоваться Вместо того Чтобы в легитимном ключе Продолжать матч И фиксировать победу Либо Просто продолжать доминацию Над своим оппонентом Ну вы слышите Да С кем сравнивают Тима А если не слышите То он был такой певец Замечательный Ай да ладно Не буду я уж Такие дебри Углубляться Все Наконец-то Закидываем своего оппонента Тим на ринг Потому что Судья там уже Отсчитал Сколько-то Раз Два Удержание за духу До какого-то там счета Судья уже успела считать Пока пребывали борцы за рингом Я правда Не совсем уследил До какого Именно разбег Еще один дропкик Вбивает в угол Своего оппонента Тим еще Вновь разбег Из угла в угол Американский Аперкот Еще вновь Американский То ли локоть То ли апперкот Второй раз Не вижу Поймал Поймал Своего оппонента Гарм И Ух ты Я думал попытка Немецкого Суплекса Ровно как это делали Гладиаторы В древние времена Единственное что на него Не смотрит Цезарь Император Ну если не считаем Рафери конечно же Минус Тим Минус Тим Кричат из зала И честно говоря Это недалеко от истины Потому что Тим Сейчас мне кажется Не в лучшей Кондиции Особенно после такого Биг Бута Удержания Раз Два Два С чем-то Три Три Трех не было Трех не было Надо три Трех пока не было И вот посмотрите Нам показывают Повтор Какой отличный Был дабл фут Стоп Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой С места Падающим локтем Атакует Гарм своего оппонента Вновь И Тим Мне кажется Совсем уже Приуныл А как известно Долой уныние Так берет На болевой Берет на болевой Своего оппонента Гарм Ликарион И это прямо Очень близко К завершению Матча Если сейчас Тим Что-то не придумает То Так Тим А ну вот На канатах Оказывается Нага Тима И прерывает Удержание Гарм Ликарион Все-таки Гладиаторы Люди такие Довольно Довольно Честные По крайней мере В нашем Исполнении Посмотрите Не знаю Как это Назвать Но Тим В общем Кое-как Отбивается Так На фулнельсе Вновь захватывает Гарм Своего оппонента Ой-ой-ой-ой-ой С головы С головы Удар Бум Еще удар Еще удар Клоузлайном Еще один Клоузлайн Тим Мне кажется Просто Без чувств Уже Опадает Нет Поднимает Своего оппонента Гарм Ликариона Что И еще Один Клоузлайн Решил Убить Своего оппонента Гарм Ликарион Но почему бы и нет Собственно говоря И еще Все Вот Вот сейчас По-моему Уже Сейчас По-моему Уже Тим Заканчивает Своё Мирское Бремное Существование По крайней мере Это примерно Как-то так Выглядит Нет Откуда Сила У Тима Я не понимаю Инстагири В голову Я не понимаю Откуда Сейчас Где Тим Нашел Силы Суперки Гарм Ликарион Влетает В рефери Который По такому стечению Обстоятельств Стоит в углу Что Ох 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 Вновь Рефери Страдает Вновь Рефери Страдает Гарм Идет Проверять Как там Дела Рефери Да Нехорошо Получил Рефери Сейчас Но Тим Тим Тоже нехорошо Получил Когда пытался Воспользоваться Этим Самым Моментом И Сейчас Что Вновь Берет На болевой Прием Вновь Берет На болевой Прием Практически Напополам Сейчас Ломается Тим Напополам Почти Ломается Тим Тим Сдается Тим Сдается Все А некому Зафиксировать Некому Зафиксировать Сдачу Потому что Судья Потому что Судья Получил Довольно Серьезный Урон В конце Концов Судья Это не Рестлер Судья Можно Сказать И с одной Тычки Ляжет Зачастую Как мы Сейчас Видим Но в данном Случше Из двух Что-то Распыляет Лишь бы Это была Не перцовочка Господа И на удержание Переводит Своего оппонента Тим Раз Два Три Слишком много Грязи В последнее время Друзья мои Слишком Много Грязи Но Когда на ринге Тим Когда на ринге Тим Ну что еще Здесь скажешь На войне Все средства Хороши Конечно же Безусловно Но В последнее время Этого Слишком Много Вот вы можете Посмотреть Некоторые Моменты Из прошедшего Матча Вот да Здесь Судья Немножечко Получил И вот да Вот момент Когда Тим Когда Тим Сдался Когда Тим Сдался От болевого Приема Но Судья Не смог Зафиксировать И хочет Атаковать После матча Своего оппонента Тим Выбегает Гарри Свит Ребята Это Это обратная Услуга Можно сказать Услуга За услугу Иначе Никак Вот вы Посмотрите Как переживает За свой Пояс Тим Просто Невероятно Переживает А Гарри Свиту Честно говоря Этот пояс В руках Вполне Себе Идет Ох ты Как завел Сто Охрана Пояс Отберите Гарри Сам отдает Нет Просто так Не отдает Ну посмотрите Просто на Тима Это человек Который Пытается Из Самой Маленькой Возможности Выжить Максимум Но Когда Против него Когда Против него Какая-то Такая Непреодолимая Стена Все-таки Нужно Действовать Более Грамотно В принципе Что Тим И делает Промывает Глаза Сейчас Гарму Гарри Свит Потому что Вот глаза Были Залиты Какой-то Жидкостью Ну не жидкостью Вы сами Все видели Я надеюсь Это не Перцова Болбалончик Надеюсь Что-то иное В противном случае Роговица глаза Может очень сильно Пострадать Trust me I know Никто Это тоже Нет Добрый вечер Привет Чем Занимаешься Я пытаюсь Я пытаюсь Найти В своем Гримуаре Что-то Что позволит Мне Заткнуть Гребаную Королеву Крика Ее крик Банши Это настолько Отвратительно И он Понимаешь Он не разрывает Ушные перепонки Он просто Надоедает Ну Что могу сказать Прекрасно Тебя понимаю Но Не надо Просто потому Что Смотри Полубоги Когда они были Я не знаю А я уже тоже не помню Десять лет назад Сто дней назад Не важно Суть в том Что Что Кисси Что Рамона Они уже успели забыть Кто они такие Как работают Друг с другом И как они К друг другу Относятся Поэтому Это классно Но лучше На потом Не сегодня Не сегодня В таком случае Пойдем? Пойдем Что ж Мы с вами Возвращаемся Мы с вами Возвращаемся На наш ринг И перед нами Предстает Коля Сиплый Он же Федор Марков Он же Бывший Командный Чемпион Независимой Федерации Рестлинга Господа Человек Который Проделал Довольно Большой Путь В Независимой Федерации Рестлинга Да и в принципе В российском Рестлинге Себя он Вписал Как минимум В историю Это уж точно Поверьте мне А вот Его разборки С бывшим Командным Партнером С Роди Они И нас уже С вами Привели Как минимум К матчу Который У нас Будет 1 августа На живом Шоу На живом Шоу Возвращение Его оппонентом Сегодня Является Алекс Франко Человек Из команды Можно Наверное Так Вполне Завить Из команды Ярослава Державина Ой Хороший Молодой Атлет Господи Что ж тебе Понесло Там В крайности Ну Понесло Так Понесло Какая разница 1 августа Господа Алекс Франко И Ярослав Державин Будут Держать Ответ Как минимум Передо мной И Константином Лопаткой Уж точно Ну Сейчас Речь Не про То Сейчас Речь Про Сиплова И Франко Это Вот Будет Матч Который Нужно Смотреть Господа Мнения Зала Разделяются Естественно По поводу Того Кого Поддерживать Так Как Алекс Франко Это Хороший Молодой Перспективный Атлет Ну Колю Сиплова Мы Все Давно Прекрасно С вами Знаем Посмотрим Что из этого выйдет Сходятся борцы На середине ринга В локап Ох Хорошо Ты смотри Как сразу бороть Начинает Франко Своего оппонента И это Прям Довольно Сильно Прям Довольно Сильно По массе Уступает Естественно Франко Колю Сиплому Но посмотрите Просто на Самого Франко А вот Смотрите Да Вот я говорил Что масса Не масса А все равно Опыт и сила Коли Сиплова Опыт и сила Коли Сиплова Так Это можно зачитывать Ребята Зачитаем потом Опыт и сила Коли Сиплова Она играет Важную роль В этом матче Да и в любом другом матче Где принимает Участие Коли Сиплый Промахивается Два раза Алекс Франко По Сиплому Ну Сиплый Понятное дело Крайне 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 Опытный Рестлер Друзья мои Крайне Опытный Человек Который Думает Своей головой Который Анализирует Каждое действие И себя И своего оппонента Это тот человек С которым Просто так Ты Ой Хорошо Back to belly И сразу Забирает руку Сиплый Почему бы и нет Естественно Добирается До канатов Алекс Франко Судья Отсчитывает До положенных Сколько там Три-четыре Я к сожалению Не раз слышал И Сиплый Своего оппонента Отпускает Отпускает Продолжает Естественно Доминацию Продолжает Атаку Ох Хорошо Какой Локоть Какой Локоть Ох Еще Один Да Ребята Вот Как работает Коля Сиплый На ринге Это прям Загляденье Ох Сейчас Какое Загляденье Какой Отличный Дропкик Короткий Дропкик От Франко Удержание До двух Ну Франко Бесится Франко Бесится Ну Естественно Франко Это знаете Такой Ой Ой Выкручивает Руку И Начинает Он Эту руку Обрабатывать Франко Такой Нарцисс Знаете Как Можно сказать Павлина Распускает Свой хвост И показывает Какой он Распрекрасный И делает Он это Я вам скажу Ребята По праву Просто посмотрите На этого Молодого Одаренного Самца Как иначе Сказать Сейчас он Прекрасно Прекрасно Справляется В данную Конкретно Секунду Вбивает Просто в угол Своего оппонента Алекс Франко И естественно Нужно показать Себя во всей красе Разбег Из угла В угол Ой Хорошо Напрыгивает он За своего оппонента И еще Кроссбаги Удержание Раз Два До двух До двух Сиплый держит Самое Понятно А Франко Очень хорошо Работает в ринге Эх Еще бы Выбирал он Стороны Более грамотно Все было бы Прям вообще Прекрасно Все было бы Вообще Грамотно Но Что есть То есть Просит Излишней Поддержки Из зала Алекс Франко Готовиться К чему-то Интересному Как мне кажется Прыжок Через канаты Вот это Очень хороший Высокий Лэкдроп Раз Два Вновь До двух Вновь До двух Очень хорошую Атлетичность Демонстрирует Нам Алекс Франко Но в принципе Я как минимум Этому не удивлен Как минимум Я этому точно Не удивлен Задавливает В углу Своего оппонента Он и чоп Дебютировали Совсем недавно Алекс Франко И Зак Нейтан Работали Некоторое время В команде Но сейчас Пути их Разошлись Сейчас Пути их Разошлись Ох Как хорошо Удержание Ну-ка Раз Два До двух Удержание До двух Сиплый Вроде бы как Потихоньку Приходит в себя Так вот Разошлись Ох Ух ты Просто Вскакивает на ринг В надежде на то Чтобы Перехитрить И Сработать Быстрее Своего Сегодняшнего Оппонента Франко пытался Все это сделать Красиво Но не совсем Получилось Бадди слэм От сиплого Классика Рестлинга Как она есть Так вот Совсем недавно Дебютировал Алекс Франко И Зак Нейтан Пытался Ярослав Державин Двух этих Перспективных Молодых ребят Взять под свое Крыло Но Зак Нейтан Отказался И вполне Грамотно А вот Ой И попытка Суплекса Сейчас будет Блокирует Сиплый И обратный Суплекс Зак Нейтан Очень хорошо Блокирует Блокирует А тем временем Блокирует Получает Получает Блокирует Крайне Блокирует Крайне близко Блокирует 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 А вот Отвлекает Ну посмотрите Как изможден Алекс Франко Этим матчем И если бы Сейчас Роди Конечно же Не Не внес Свою лепту То и результат Матча был бы Совершенно другим Я вас уверяю Ребята Уверяю А ну естественно Да Лишний раз Покрасоваться Франко Не может Запустить Такую возможность И Что-то Нас ждет Сейчас Я так понимаю Уже Ой-ой-ой-ой Берет Кенде Стик Роди Берет Кенде Стик Роди Атакует Сиплова После матча А это Очень и очень Больно Очень жесткие Удары Кенде Стиком Наносит Наносит Роди Прямо По По всей Можно так сказать Поверхности По открытой поверхности Коли Сиплова Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой А ведь Совсем скоро Господа 1 августа Эти двое Сойдутся На живом Шоу Сойдутся Лицом К лицу И вот Мне кажется Сейчас Просто Роди Сам себе Могилу Роди Вот этими Послематчевыми Атаками Да Либо решил Конечно Своего оппонента Роди Уработать Задолго Задолго До этого матча Ну не так уж И задолго Будем честны Но тем не менее Тем не менее Продолжает Атаки Роди Продолжает Атаки Ну что Поделать Да Господа Это действительно Крайняя и крайне Личная Вражда Крайняя и крайне Личная Вражда Думаю Исход Который Ждет Нас Первого Августа И говоря Про Первое Августа Друзья Мои НФР Возвращает Профессиональный Рестлинг В Россию А если бы Точнее В Москву В клуб Шаги Море Рестлинга И позитива Море Энергии Которой С вами Поделятся Рестлеры Убивая Друг друга На ринге Господа Приходите И вы не Пожалеете Что дорогие Друзья Михаил Никитин Нас Покинул А я Занимаю Своё место В комментаторском Кресле И мы Переходим К главному Событию Сегодняшнего Вечера К рингу Выходит Зак Нейтан Молодой Перспективный Новичок Рост Метр Девяносто Один Вес Сто Четыре Килограмма Я напомню Друзья Пару недель Назад Зак Нейтан Отказался Вступить В команду Ярослава Державина И Алекса Франка И заявил Что Пойдет Своей Собственной Дорогой Как Одиночный Рестлер Ну что же Этот поступок Заслуживает Здесь Никакой Рестлер И Совсем Нейтан В команде Франка Разбегается Вот Вот Уважуха Уважуха Друзья Никитин Хотел Мол Чувак Ты давай Не расслабляйся Даже если Тебе пожимают Руку Ну это Естественно Такая Как это Старые Учат молодых Бывает Такое Есть везде И на Сайдволк Слеем Попадает Михаил В принципе Конечно Работа С Молодой Новой кровью Она полезна И для ветеранов Тоже Школы НФР Тем более Как я уже говорил 1 августа Никитин и Лопатка Кто мог подумать Что они будут в команде Когда-то Они будут выступать Против Алекса Франка Ярослава Державина Если с Державином Все более-менее понятно То Франку Для того же Никитина Это Довольно темная Лошадка Да Они поработали на ринге Но Каким премудростям Его за это время Научил Державин Остается только догадываться Никитин контратакует Зашвыривает Нейтана в угол Удар ногой Еще один удар Проверка торса На прочность И чоп Разбегается Еще Промахивается Никитин И на Такой Модифицированный Это было похоже На домкрат Друзья Удержание Два Только два Посмотрим-ка мы Повтор этого момента Да Это был домкрат Даже Нейтана Немножко перекрутило Ну Понятное дело Михаил это знаете Не легковес Ни разу Особенно Как он Сейчас начал Так на массу Подседать В последнее время Капитально Ну Помните Кто смотрел Наши стримы Тот помнит Рассказы Никитина Об этом И понятно Для чего это все было Потому что он хочет Совмещать должность Генерального менеджера И рестлера Многие спросят Как же так В принципе Правилами федерации Это не возбраняется Генеральному менеджеру Не разрешено Только драться за титулы А просто участвовать В одиночных матчах Вполне Двойной чоп От Нейтана Оу Американскую фигу Только что показал Зак С зрителем Бьешь как Ярик Ну Ребят Давайте не будем О грустном Ну Вот промахнулся Только что Зак В Яре А потому что Вот нельзя терять Бдительность И нельзя Чтобы эмоции Возобладали Вот Разнервничал Все промахнулся Смотрите Въехал как в стойку Ринда И теперь инициатива Переходит к Михаилу Никитину Удар Еще один удар Локтем И двойной чоп В груди Еще Трех Он на маты И я думаю С этим пацаном Он смотрел Бои Никитина Как и многих других Рестлеров Там например По 7 ТВ А теперь он сам Вот на ринге Друзья Это же круто Когда вот так вот Мечты сбываются Так удержание 1 2 Ну там Да Вообще Данил Дмитриев Конечно не должен был Отсчитывать Как мне кажется Потому что Мне вот с этого ракурса По крайней мере Показалось Что ноги Никитина Были под канатами А в этом случае Отсчет Ну Не должен вестись Ну Не знаю Да Тяжеловато Тяжеловато Никитину Уже бой идет Достаточно продолжительное время Зак Нейтан Продолжает доминировать Друзья Забрасывает Никитина Он на плечи И что сейчас будет Ничего у нас не будет Промах Никитин уходит в реверс Ловит на фулл Нельсон Не смог зажать замок И Пытается в удержание его Нет Нейтан падает на колени И удар Такой с оттягом коленом В живот Суперкик И аккуратненько Так положив Никитина Уже очередное Какое уж сбился со счету Удержание Но снова нет А Миша потому что Вы знаете друзья Михаил Никитин Он же не только там на физуху Он и над кардио работает Выносливости у него сейчас Прямо Как говорится Богато Так что Нейтану придется Очень сильно постараться Для того чтобы Никитина удержать Ну и сейчас естественно Михаил очень усиленно Тренируется перед первым августом Потому что Бой который Ожидает его и лопатку Будет Очень такой Серьезный Да это будет поединок Не за титулы Но это будет бой вражды А это порой Знаете друзья Выше и важнее Разных титулов В плане накала страстей Я имею ввиду Вот это да Вы видели Никитин Среверсировал На бомбу Нейтана И удержать Три Вау Слушайте Как все быстро Закончилось Одна ошибка Но это был очень крутой Секунду Державин и Франко Они нападают на Никитина Как так Ну это уже после гонга Они нападают на Михаила Ну бой то уже завершен Так Нейтан лежит Он не может помочь Михаилу К сожалению Сейчас придет в себя Ну а пока вот избивает Этот Альянс Новая команда И лопатка выбегает Выбегает лопатка Да он выбегает помочь Помочь Никитину Естественно Потому что друзья Команда Он будет его защищать Хотя вы знаете Сколько раз лопатка Устраивал различные подлости Михаилу И сколько вы не враждовали Там Вспомните хотя бы матч На опасной зоне Где лопатка с Никитином Дрались по правилам Маска против карьер И секунду Секунду Смотрите что происходит Нейтан атакует лопатку И Втроем Они втроем избивают Так Опа на друзья А я так понимаю Что Нейтан все таки Решил принять Приглашение В команду Державина И Франко И И это получается У нас уже не команда А группировка Так 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 Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй Действительно Да Поднимает Державин Руку Нейтана И Франко Показывает что умный Рестлинг Ребят Это все не просто так Говорит Державин Что Все таки И все таки Вместо команды Мы получаем Трио Интересно Хотел бы я знать Какие последствия Это будет иметь 1 августа Потому что Получается Что у Державина Ай-яй-яй И Франко Теперь Прикрыты тылы Надежно В лице Зака Нейтана А хотя Может быть Как знать Может быть Изменения в самом матче Будут Друзья В общем Давайте будем следить за новостями До 1 августа Осталось Очень мало времени И Видите Как события меняются Был командник 2 на 2 А что теперь Будет дальше Неизвестно Ну и ну Субтитры сделал DimaTorzok